Здравствуйте, мои дорогие подписчики. У меня для вас очень важная и интересная информация. Пожалуйста, посмотрите видео до конца. Модуль управления двигателем, также известен как блок управления двигатель, является важным компонентом электронной системы автомобиля. Когда блок управления возникают проблемы, это может проявляться различными симптомами. Если, допустим, на машине есть какая-то проблема, после долгих поиск причин, когда мастер-электрик не может найти причину, вот тогда уже он говорит, что с большой вероятностью блок управления причина неисправности. Говорит именно об каких-то симптомах, с помощью которых на 100% можно сказать, что блоку управления Киртик таких симптомов нелегко перечислить. Но все-таки есть признаки, которые косвенно указывают на это. Вот некоторые распространенные симптомы неисправности блока управления. Индикатор чек проверки двигателя. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности блока управления является загорание индикатора проверки двигателя на приборной панели. Модуль блок управления постоянно контролирует различные параметры двигателя и при обнаружении проблем и включает индикатор проверки двигателя. Проблемы с производительностью двигателя. Неисправный блок управления может вызвать различные проблемы с работой двигателя, такие как неровная работа на холостом ходу, остановка двигателя, колебания или помпаж. Двигатель может с трудом запуститься или вообще не запуститься. Плохая экономия топлива. Неисправный блок управления может нарушить работу системы управления подачей топлива двигателя, что приведет к снижению эффективности использования топлива. Вы можете заметить, что ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем обычно, на данном пройденном расстоянии. Неустойчивое поведение передачи. В автомобилях с автоматической коробкой передач неисправный блок управления двигателем может привести к неустойчивому режиму переключения передач, например, к задержке или резкому переключению передач. Коробка передач может не переключиться на правильную передачу или может застрять на определенной передаче. Неудачное испытание на выбросы. Неисправный блок управления может привести к увеличению вредных выбросов, что может привести к тому, что ваш автомобиль не пройдет тесты на выбросы. На это часто указывают более высокий, чем обычно уровень содержания загрязняющих веществ, выхлопных казок. Электрические проблемы. Неисправный модуль блок управления также может вызвать проблемы с электрооборудованием автомобиля, такие как прерывистая или неработающая работа датчиков. Контрольных ламп или аксессуаров. У вас могут возникнуть проблемы с электрическими стеклоподъемниками, твердными замками или радио. Нарушение связи с технологическими инструментами. Когда блок управления неисправен, он может не взаимодействовать с должным образом с технологическими или сканирующими приборами. У механиков могут возникнуть трудности с получением кодов ошибок или доступом к данным блок управления. Случайные или периодические проблемы. Иногда неисправный блок управления может вызвать случайные или периодические проблемы, которые появляются и исчезают без какой-либо четкой закономерности. Это может усложнить диагностику, но все же указывать на потенциальную проблему в блок управления. Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, важно, чтобы ваш автомобиль диагностирован квалифицированным механиком или техническим специалистом. Они могут использовать диагностические инструменты для сканирования блока управления, на наличие кодов ошибок и выполнение дальнейших тестов, чтобы определить основную причину проблемы. В конце видео хочу поблагодарить всем, кто досмотрел до конца и проспо подписаться на канал. Жмите на колокольчик, комментируйте и поставьте лайк. Продолжение следует...